Кевин Митник. В компьютерном мире профессия хакера пользуется огромной популярностью. Как известно, хакер – это взломщик интернет-сайтов и серверов. То есть компьютерный специалист, использующий свое мастерство для разных, в основном неблаговидных целей. Слово «ач» в английском жаргоне означает что-то резко обрывать, разрушать. Именно так поступают настоящие компьютерные воры и хулиганы. Сегодня это целое международное сообщество, находящееся в глубоком подполье. А первым знаменитым хакером стал американец Кевин Митник. Кевин Митник. Кевин Митник родился в 1963 году в Лос-Анджелесе, и практиковался во взломе различных технических систем начал с детства. Интернета тогда еще не существовало, поэтому юный Кевин хулиганил, что называется, по мелочам. В 12-летнем возрасте Кевин Митник изобрел оригинальный способ подделки автобусных билетов и бесплатно катался по всему городу. Другой сфабрикованный билет с металлическим чипом давал право на бесплатное посещение дорогих пляжей. Затем талантливый юноша перехватил управление системой голосовой связи в местный закусочный Магдоналдс софт и на холеву кушал бегмаки, картошку фри, мороженое и другие вкусные вещи. Иногда Кевин говорил по самодельному радиоустройству посетителям всякие гадости, но только в том случае, если они приезжали на дорогих автомобилях и вели себя слишком развязно. В 16 лет Кевин Митник взломал школьную компьютерную сеть и получил возможность исправлять свои школьные оценки. Затем он взломал сеть фирмы Digital Equipment Charparation и похитил размещенное там программное обеспечение. Поступив в университет Южной Калифорнии, Кевин Митник значительно повысил свой потенциал, приобретая дополнительные знания Б-навыки. С простенького компьютера он проник в глобальную сеть Arpanet, предшественницу интернета, а через компьютер Лос-Анджелесского университета добрался до серверов Министерства обороны США. Взлом был зафиксирован, юного киберпреступника быстро нашли и арестовали. В итоге Кевин Митник отсидел полгода в исправительном центре для молодых правонарушителей, а из университета его вышибли. Кевин Митник, хакер выйдя из заключения, Кевин Митник продолжил занятия компьютерным пиратством. Стараясь быть в курсе всех новинок, он ходил на частные курсы по программированию и лекции об устройстве сетей. На этих курсах он познакомился с девицей по имени Бонни. Девушка была помолвлена, но подозревала, что жених что-то от нее скрывает. По ее просьбе Митник проник в базу кредитного агентства и выяснил, что все активы будущего супруга заморожены, а недвижимости дорогие автомобили проданы. В результате девица отменила свою помолвку и стала встречаться с Кевином. В начале своего знакомства молодые люди неоднократно просматривали художественный фильм «Три дня Кондора», записанный на видеокассета. Напомним, что речь там шла о том, как, используя свой технический талант, некий инженер поставил на уши всю американскую разведку. Кевин Митник позаимствовал героя фильма псевдоним «Кондор», и среди хакеров стал известен под этим именем. Тогда Кевин работал вместе с хакером Лен и Дичика. Вдвоем они проникали в защищенные банковские сети и терминалы телефонных сетей. Митник мог полностью контролировать любой банковский счет, телефонную линию, подключиться к любому текущему соединению, подделать звонок и даже манипулировать оборудованием. В то время интернет и телефония были тесно связаны, и преступники умело пользовались этим, зарабатывая большие деньги. Все шло хорошо, но в декабре 1987 года Дичика неожиданно сдал своего подельника ФБР. Некоторые СМИ усматривали в этих событиях какую-то романтическую историю, но большинство сошлось во мнении, что хакеры просто не поделили похищенные деньги. Так или иначе, Кевин Митник вновь угодил на скамью подсудимых. Его деяния настолько серьезные, что мы еще не можем в полной мере описать масштабы вреда, заявил на суде заместитель окружного прокурора. Он утверждал, что Кевин Митник украл засекреченные коды доступа Пентагона и вообще мог развязать атомную войну, взломав систему на РАД. Судья Мариона Пфельцер приговорила Митника к 12 месяцам заключения в федеральном исправительном комплексе, где содержались убийцы и насильники. Первые месяцы ему запретили пользоваться тюремным телефоном. И это было предусмотрительное решение. Как только Кевину разрешили звонить на волю, он стал проворачивать небольшие аферы. Например, с помощью определенной последовательности цифр выходил на нужную подстанцию и заказывал междугородний звонок за счет абонента. До освобождения из тюрьмы оставалось всего несколько дней, когда Бонни заявила Кевину, что прекращает отношения с ним. Разрыв с любимой девушкой стал для Митника сильным ударом. Он решил навсегда завязать с хакерством и начать новую жизнь. Поначалу все так и произошло. Кевин Митник уехал в Лаз-Вегас, увлекся там фитнесом, правильно питался и вообще стал фанатом здорового образа жизни. Следствие Кевина Митника в январе 1992 года Кевину из Лос-Анджелеса позвонил отец. В семье случилась трагедия. Тело его сводного брата Адама нашли в машине, брошенной рядом с наркопритоном. Родственники заметили, что шнурки на ботинках Адама были завязаны так, словно это сделал другой человек. Подозрительным выгляделы уколы иглы. Он находился на правом предплечье, хотя Адам был правшой и вряд ли стал бы колоться левой рукой. Однако полиция отказалась вести расследование, и Кевин взялся за дело сам. Причем следствие вел в удаленном режиме, прямо из Лаз-Вегаса. Кевин Митник купил мощный компьютер, взломал телефонную сеть и поставил на прослушку телефоны и автоответчики всех друзей своего брата. Затем вскрыл полицейский сервер Лос-Анджелеса, из которого скачивал секретную информацию о наркопритонах и лицах, страдавших от наркозависимости. Так Кевин Митник снова вернулся к взломам и хакерству. Расследование находилось в самом разгаре, когда выяснилось, что к смерти Адама причастен один из близких родственников семьи Митник. Он случайно вколол Адаму слишком большую дозу наркотика и бросил тело племянника рядом с притоном. Все эти обстоятельства стали еще одним ударом судьбы, после которого хакер пустился, как говорится, во все тяжкие. Вскоре Кевин Митник взломал систему Патч Белл, чем снова навлек на себя гнев властей. За информацию о его нахождении ФБР назначило награду в миллион долкаров. По всей стране висели листовки разыскиваются с его фотографией. Однако найти злоумышленника никто не мог. Специалист против хакера и все-таки хакер угодил в руки полиции. Причем и на этот раз не обошлось без другого, конкурирующего компьютерного гения. Чтобы получить свободный доступ к станциям сатовых операторов, Митник начал разбираться в их устройстве. В первую очередь его интересовали станции компании Моторола. Поэтому Кевин Митник проник в компьютер Цутому Сима Муры, известного японского специалиста в области сетевой безопасности. Компьютер японца зафиксировал атаку. Сима Мура решил выяснить, кто его взломал, и начал свою игру. Он специально не закрывал бреши в защите своего компьютера. А затем во время очередной атаки Митника зафиксировал номер телефона, с которого хакер выходил в сеть, что позволило установить место, где обосновался злоумышленник. Это был город Роли, столица штата Северная Каролина. Сима Мура лично вылетел туда рейсовым самолетом и два дня ходил по городу с сатовым сканером в руках, засекая сигнал телефона Митника. Вскоре настойчивый японец выяснил, что злоумышленник обосновался в апартаментном комплексе, расположенном недалеко от аэропорта. Только тогда Сима Мура позвонил в ФБР. 15 февраля 1995 года группа захвата вломилась в номер Митника и арестовала его. Вместе с агентами ФБР находился и Сима Мура, который не мог отказать себе удовольствие поприсутствовать при задержании своего противника. Поздний японец написал целую книгу о том, как он вел охоту на хакера номер один. Еще через несколько лет по ее мотивам был снят художественный фильм «Взлом». В 1996 году Центральный окружной суд Калифорнии приговорил Кевина Митника к шести с половиной годам заключения в тюрьме. Подсудимый был признан виновным в мошенничестве, несанкционированном доступе к секретной информации, незаконном перехвате телефонных разговоров и электронных писем, «Взломе правительственных компьютерных систем и подделке документов». Когда Кевин Митник вышел из тюрьмы, он написал несколько книг о своих хакерских достижениях. Затем основал собственную компанию и ныне консультирует крупнейшие фирмы на тему компьютерной безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok